Что общего между этими двумя гаджетами? С первого взгляда ничего, но если присмотреться, все сразу становится ясно. Альянс Sony Ericsson наконец сделал то, чего многие так долго от него ждали. Выпустил гибрид консоли и мобильного телефона под управлением платформы Android. В плане аппаратной начинки трубка не сильно отличается от других моделей этого года. Тот же экран 854 на 480 точек, процессор Qualcomm MSM8255 и графический чип Adreno 205. Дизайн в целом тоже недалеко ушел от Neo и Pro. Те же плавные линии, ряд механических кнопок под экраном и набор интерфейсов по бокам. Но стоит сдвинуть верхнюю половину вбок, как становится заметно, тесное родство Sony PSP. Слева находится крестовина, справа 4 классических Sony кнопки. Круги по центру это сенсорные джойстики, но забегая вперед, сразу скажу, что они ни разу неудобные. Джойстики PSP и эти штуковины это просто небо и земля, поэтому в сухом остатке остаются только аналоговые кнопки и два шифта на правом торце. В целом, если забыть о бессмысленных сенсорах, этот форм-фактор можно назвать довольно удобным. Пальцы ложатся туда, куда нужно, и на смартфоне с комфортом можно играть не только в кузалки, но и в более продвинутые игры. Собственно, об играх. Одновременно с запуском этой модели Sony Ericsson объявила о наличии 60 игр, в которой удобно играть на Play. Среди них не только специально написанные под Android, но и портированные с первой PlayStation. Здорово, но пока можно найти только 36 из них. 5 из PlayStation Pocket и 31 из Android Market. Куда подевались все остальные, черт его знает, но, надеюсь, скоро появятся. Из предустановленных игр наибольший интерес вызывают файтинг про Брюса Ли и космическая стрелялка Star Battalion. Sims, в принципе, тоже ничего, но для таких игр экранчик маловат. А в FIFA 2010 слишком уж убогая графика, как и в порте Crash. Но дополнительно владелец Play может бесплатно скачать из маркета шестой асфальт или купить что-нибудь из серии Reckless Racing. За такие физику и графику денег не жалко. В общем, несмотря на то, что этой экосистеме еще нужно развиваться и развиваться, старт дан, по-моему, просто отличный. После Xperia Play заявления о том, что iOS — это лучшая мобильная игровая платформа, не кажутся такими уж неоспоримыми. Да, игрушек там значительно больше, но геймплей и рядом не стоял. Субтитры создавал DimaTorzok